Этот модуль будет связан с единой стратегией введения контекстной рекламной кампании и в дальнейшем следующим шагом будет внесение аналитики, которая сможет распределять рекламные бюджеты между различными способами, такими как SEO, контекстная реклама и таргетинговая реклама. Здесь таргетинговая реклама будет представлена тремя системами. Эти системы с большой вероятностью будут закончены одновременно, как устраиваются интерфейсы. Это системы социальной сети Тонтакты, Facebook и таргетинговая реклама. Все эти три системы будут интегрированы и представлены в набор интерфейсов. Сейчас я продемонстрирую интерфейсы, но сразу говорю, что интерфейсы еще сырые и они претерпят достаточно серьезных изменений. Просто пишу сам принцип. И сейчас на самом деле работа в системах трех по отдельности, она достаточно сложна. Но, во-первых, нет модификации во всех трех системах, мы как раз ее упроем, по параметрам. И интерфейсы на текущий момент самих систем размещения рекламы, что это, что в Контакте, что в Facebook, что таргетинговая реклама, они достаточно сложные и неудобные. Соответственно, мы пытаемся вот эти вот моменты искоренить и потом подвести это всю в подрудинную клышу общей аналитики системы и общего медиапланирования. Значит, тут, опять же, три шага стандартные, где на первом шаге мы определяем список систем, параметров набираем. Помимо этого, мы имеем место показа объявлений. Также сюда будут внесены отраслевые режимы, которые сейчас нет. А в основном, это работа с географией, с демографией, с интересами, с такими полями, как образование и работа. И также будет определенный набор специальных полей. Сейчас они сделаны ровно, как выполнительные поля, но они будут произнесены. То есть это первый какой-то вариант. Определили пространственный настрой. Далее мы работаем непосредственно с самыми объявлениями. Если мы выбрали церковь системы показа объявлений, мы получаем три набора. Это набор непосредственно названия, написания, сортиречка. Почему оно представлено двумя объявлениями? Потому что не хотелось бы сплоповаться до минимальных размеров под каждую систему. Естественно, у каждой системы свои собственные наборы значений. Если там контакты имеют коротенькое объявление, то в том же самом фейсбуке оно достаточно длиннее. Более чем в два раза длиннее текст объявления. Поэтому мы можем очень много какого-то маркетинга потерять, если мы унифицируем. Поэтому первоначальное решение было разделять. Опять же, то же самое относится с изображением. Изображение в С3 присутствует в разных форматах. Мы попробуем все это пересайзить, чтобы на все это подбирать. И также мы сделали, как сейчас реализовано в фейсбуке, автор не рапор, но сделали его чуть-чуть поумнее, чтобы он как-то посадок с сайта выбирал более тематически. Но потом, естественно, можно подрегонтировать и сказать. Тем более здесь, когда мы говорим о каждой судьбе рекламы, мы говорим о том, что ваше вот это одно объявление, оно может показываться по той самой группе пользователей, поэтому, в общем-то, поработать с ним какое-то время, когда вы не на титул, там, другую минуту потратите, это не такая большая проблема. Объявления будут задаваться, и после этого, в общем-то, будет производиться запуск. В запуске можно будет работать с темным самым аглубином, по ссылке, это какой-то унифицированный параметр, и лимитировать все это дневным бюджетом. Сейчас, опять же повторюсь, здесь интерфейс, конечно, в базовой абсолютно версии, то есть это такой драфт интерфейс, но принцип будет соблюдаться. То есть по-хорошему мы можем задавать наборы соцдемпараметров и в рамках этих наборов показывать разные объявления нашей разной аудитории. Здесь вот там строчка, это один определенный набор соцдемпараметров. Как вариант, это будет представлено вот в таком виде. То есть разрывные диапазоны соцдемпараметров, по которым можно показаться. Ну, в российском варианте понятно, что это одна компания на какой-то набор параметров, просто вот с демой, и все. И вот старт пошел, все информация начинает. На критике начинает оцениваться из прогнозных цифров по стоимости в реальной прогнозе по стоимости. И, соответственно, в дальнейшем при уложении глобальной аналитики можно будет выбирать для передвижения сайта, для подключения аудитории, кто-то или иной нет. Собственно, по таргетинговой части все. Но это простой достаточно модуль, нацелен на самое начало года, и мы его достаточно быстро запустим. Слава богу, уже все системы написали какое-то подобие API, с которым, в общем-то, работать можно, поскольку данных надо вытягивать значительно меньше, чем с мини-планера или из системной менеджерения контекстной рекламы. А на сколько дороже будет ничего? Без нацены. Да, так же, как и контекстная реклама, без нацены. Агентские вознаграждения – это вопросы наших взаимоотношений с конкретными системами размещения. В любом случае, мы не будем делать для рынка продукт менее выгоднее, чем, в общем-то, у поставщиков данной услуги. Следующий модуль – это модуль агентского функционала, который целиком и полностью нацелен на работу сейв-компании, сейв-агентств. Он будет включать в себя целый набор функций. Это калькулятор коммерческих предложений, конструктор коммерческих предложений и конструктор договоров. В общей системе конструкторного шаблона система разделения прав доступа для сотрудников, дневник проекта детализированный, но уже с правами доступа, и система архива документов. Естественно, к этому моменту уже будет работать трафик в продвижении, и поэтому совместно с модулем трафик в продвижении в целом агентский функционал будет достаточно интересен. но калькулятор коммерческого предложения… почему-то не хочет у меня скрывать этот слайд, и вводим опорный список слов, дальше мы имеем систему, в которой мы можем отдельно выделить те запросы, которые продвигаются по позиции, и те запросы, которые продвигаются по трафику. Исходя из этого, мы можем отфильтроваться таким набором фильтрации, который я демонстрировал в трафиковом продвижении, и, соответственно, мы можем задать некоторую систему на ценах, которые позволят сформировать конкретическое предложение уже с финальными стоями. То есть, если по трафику это может быть оплата за клики, и здесь система на ценах понятна, что от продвижных систем это может быть либо мультипликатор, либо себестоимость плюс какая-то цена месячной комиссии. И, соответственно, для запросов по позиционным это тоже может быть перификация ссылочной себестоимости с коэффициентами плюс стоимость по работе, ну, по сути, стоимости менеджера отдельной наценки. То есть, вы оберяете ту схему работы, по которой ваша компания осуществляет услуги, соответственно, задаете это в едином прокуратуре, и система вам отдает уже готовые финальные коммерческие предложения. Естественно, она может выдавать это просто в чистом виде эксельнике, без каких-то форм, квантитов и так далее. Она может выдавать это уже в конечном готовом варианте. Есть отдельно конструктор шаблонов, где мы можем задавать формат коммерческого предложения, то есть, у меня есть поля табличек, задавать верхний и нижний баллон титул, вставлять туда логотип, если там никаких упоминаний про свой пункт не будет, естественно. Можно вбивать сюда координаты заказчика, или, ой, собственные реквизиты, и оно будет формировать сразу готовые и коммерческие предложения, и, по сути, документальные конструкторы. При этом все эти документы будут храниться в специальной базе, в котором в дальнейшем их можно читать, просматривать, вернее, угарять их оттуда, то есть, работать с ними из этой общей базы еще пропадать никогда не будет. Система разделения прав будет введена в систему, то есть, мы можем выделить сотрудников нашей компании, задать им отдельные логины, пароли, и определить их роль в системе. На каком уровне он общается. Это может быть продажник, у него будут все вариации по конструкторам коммерческих предложений, по калькуляторам, по всему. Это может быть аккаунт-инжер, менеджер по введению проекта. Так же мы настраиваем право доступа до конкретных отдельных интерфейсов, до конструктора шаблонов, до калькулятора, до информации по проектам, до конструктора продаж, до архива, отчетов, обведения архивов. Ну, в общем-то, и все. И так же мы можем, естественно, выделять те проекты, ну, здесь, послание, калькулятор построить, то есть, здесь конкретно проекты ваши пользователи. То есть, вы можете сказать, что менеджер, там, Вадим Шевердин, условно говоря, имеет доступ до проекта сайт номер один, сайт номер два, сайт номер два. Он этот проект поведет, в них он имеет возможность доступа до таких-то элементов управления. Вы договорились? Спасибо. Значит, суть ясна по этому интерфейсу. Дневник проекта мы с вами избирали тоже на предыдущих слайдах, то есть, то, где можно задачки конкретно ставить, но здесь единственное, что будет сведено все в единый интерфейс управления. То есть, руководство компании, под кем находятся все эти люди, могут видеть выполнение определенных задач на графике. На самом деле, все вот эти вот задачки, менеджерные, церковные элементы, они все будут уводиться постепенно, но здесь, конечно, нам хотелось бы, мы сейчас базовую такую вот болманочку сделаем всего этого, а дальше будем развивать уже на основе фидбэка, который мы будем получать конкретно в студии. Под конкретную модель агентства у нас будет выведен отдельный семинар, который будет в этом же обучающем центре проходить, где мы будем общаться с нашей аудиторией. И, соответственно, в рамках этого семинара, мы, во-первых, будем давать доступ к этой системе, а во-вторых, получать фидбэк и ее развивать, чтобы решать конкретные отдельно взятые задачи. Те элементы, которые мы сейчас в нее вносили, это как раз то, что получено на основании фидбэка, просто накопленного заведения. Ну, система разделения правдовства, это вообще долгая такая задача, которая у нас давно висит, которую многократно пользователи просили. И, соответственно, пока мы ее в таком виде собираем. Опять же, тот же самый калькулятор, который сейчас крайне неудобный. То есть для того, чтобы посчитать для своих клиентов сто мест продвижения, приходится в три шага проводить это, если что неудобно. Но мы прекрасно понимаем, что многие пользуются нами для расчетов, потом продвигают какими-то другими способами, даже в каких-то случаях напрямую размещая ссылки, словом говоря, в сейке, в ссылочную пиржу. Это понятно, и здесь мы ничего страшного в этом не видим, в нашем мощности сейчас позволяют считать это все бесплатно и, в общем-то, дарить это все народу. Потому что никаких проблем сделаем поудобнее. Единственное, от чего мы защищаемся, это от автоматических систем парсинга. То есть, и аккаунты, поскольку будут выдаваться лично, то мы, соответственно, на автомате парсистик не будем выдавать, потому что это уже совсем как-то не патристианское. Вот. Архив документов в данной системе будет. То есть здесь будет набор коммерческих предложений, договоров и отчетов, которые будут хранить, тоже будет видно, кто заказчик, какой сайт. Ну, в общем-то, просто удобная система, которая позволит рассылать документы собственным клиентам по определенному графику в достаточно удобном парламенте. А это внутренние сформированные документы? Или можно туда что-то, как факт, вон положить? Ну, это сгенемированные системы документов, в частности, коммерческие предложения и договора. Но в отчетах у нас появится, помимо стандартных отчетов с позициями, вносить корректировки, да, то есть вносить свои изменения, свои комментарии, писать в блогах. И, естественно, сюда сохранять. Какое приложение, которое нельзя делать? Что там, например, в приложении? Ну, например, надо написать, что-то еще сохранить дополнительно, кроме того, что в системе считается. Ну, система пока кто-то не хранит документы в свободной форме, она хранит только коммерческие предложения, договоры и отчеты. Я думаю, что мы, наверное, сделаем отдельную папочку, чтобы было удобно хранить и прочие документы и возможность также создавать такие же папочки с на том же уровне, как ККФ, договора и отчеты, если в структуре организации есть, не будет потребностно. Ну, конечно, можно. Вот это как раз не сложно такое предложение. Финансовые документы планируются, скрывающие, а в финансовых документах порой. Ну, в нашей лице, да? Ну, вот, ну, когда, как третий лица. А, да, третьего лица. Как третий лица будет, конечно, третий лица, покупающий. Ну, это в развитии... Ну, понятно, да, но это вот в развитии все, потому что сейчас у нас появятся наши внутренние финансовые закрывающие документы и так далее все в системе, внутри будут. И эта штука по корректировке именно нашего финансового модуля и общения, финансовое общение с нашими клиниками, она сейчас будет очень сильно видоизменена. И это появится у нас вообще первым нашим видоизменением в системе. То есть мы сейчас очень сильно перестраиваем финансовую структуру. В середине января, наверное, уже будет все в новом варианте. будет реквизировано огромное количество проблем.